Слава Господу! С вами сегодня пастор Генри Мадава в эфире «Голос Победы». Победа Божия, она всегда приятна. Вы представляете, когда бывают такие ситуации, в которых ты не знаешь, как решать, и вдруг раз, Божие решение. Это его победа. И многие люди часто меня спрашивают, пастор Генри, что делать, чтобы всегда была Божья победа? Знаете ли вы, что есть дверь, которая всегда откроет для тебя победу? Всегда. Это твоя зрелость. Твоя зрелость – это дверь во все Божие. Зрелость сделает, чтобы план Божий, принципы Божьи, законы Божьи для тебя работали безотказно. Нужно расти в Боге. Давайте послушаем эту проповедь. Она очень важна. Я бы даже предлагал вам позвонить друзьям, знакомым. Скажи, сегодня хочешь быть зрелым человеком? Слушай пастора Генри. «Голос Победы». Потому что если пропустить это, мы останемся детьми, и мы много не достигнем в жизни. Давайте посмотрим. Зрелость – это дверь во все Божие для тебя и через тебя. Если у Бога есть что-то для тебя или что-то через тебя, главный ролл во всем играет понятие зрелость. Пастор Генри – не вера, вера входит туда тоже. Не любовь, любовь входит туда тоже. Не плод духа, плод духа входит туда тоже. Заметите, зрелый человек – это для Бога надежный человек. Незрелый человек – это и для Бога, и для людей ненадежный. Зрелость – важно, чтобы Бог имел с тобою дело. Да, ты можешь быть незрелым, Бог тебе поможет, исцелит тебя и тому подобное. Но большие дела в твоей жизни не появятся до тех пор, пока в твоей жизни не появится определенная зрелость. Человек, когда он зрелый, он может успешно занимать свою позицию, положение, место во всем, где бы он ни был. Зрелый человек в семье – это радость. Иметь мужа, жену, папу, маму зрелее в семье. И вы не представляете, что за наказание иметь в семью маму, папу, жену, мужа, которые не зрелее. Это называется пытки на всю жизнь. Зрелость важна и в жизни твоей, и в обществе, и вообще-то в истории. Многие люди не смогли занимать свою позицию полноценно из-за того, что они не были зрелыми. У них были дари, таланты, способности, но зрелости не было. И поэтому они ничего толкового в жизни не сделали. Вот, поэтому важно, чтобы мы научились зрелости. Галатам, Библия говорит, 3.29 говорится, «Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова, и по обетованию наследники». И 4.1 говорит, «Еще скажу, наследник, специально, чтобы вы видели связь, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». Заметите, на бумагах закона наследник, он хозяин. Все ему принадлежит, согласно книге, а мы, как верующие, согласно Библии, нам все принадлежит. Мы хозяева. Мы имеем доступ. Часто мы провозглашаем правилно. Я глава, я не хвост. Я тот. И мы говорим все правильно. Но что интересно, порой мы встречаем в Библии, в книге, правильно, и мы говорим, но когда мы идем в нашу жизнь, этого нет. И получается, то, что мы говорим, и то, что на деле, не совпадает. Это очень похоже на этого наследника, который наследник Аврамова во Христе Иисусе, которым являются мы все. Написано, наследник, он господин всего. Все его, по бумаге, но проблема одна, он в детстве, он незрелий. Детство – это состояние, в которое я могу входить и выходить. Многие люди, они пребывают в состоянии детства. Некоторые люди выходят и возвращаются. Некоторые люди в некоторых направлениях, они в зрелости живут, но в других направлениях они в детстве живут. И говорится, пока он в детстве, если он там пребывает, то он не отличается вообще ничем не отличается от раба. То есть, он незрелий, он такой же, как раб. К рабам относятся специфически. Поэтому отсутствие зрелости в твоей жизни дает право твоему окружению относиться к тебе ни как ку наследнику и ни как ку полноценному, потому что ты не зрелий. Если такой человек в семье, который похожий на раб, то в семье он похожий на не на полноценный муж или жена, а он как будто не женатый, не семейный, ползи от него в семье мало, и он в своей семье в тяжести. Человек, который незрелий в семье, создает тяжесть. Человек, который незрелий в церкви, он похожий на новообращение. Человек, который незрелий в жизни, он как будто не существующий. Человек, который незрелий в истории, он как будто никогда не существовал. Если ты не станешь зрелием, как надо, однажды наступит момент, когда тебя не будет, и все будет выглядеть, как будто тебя никогда и не было. Даже если ты зрели, то забывай, что же говорит человек, который не зрели. Человек, который не развил себя, чтобы он стал зрелым человеком. Потому что только зрели могут занимать свою позицию, положение в жизни полноценно. С тобой будет считаться полноценно, когда ты зрели. Есть вещи, которые Бог дал тебе, они резервированы, они ждут тебя, но не найдешь, не попадут в твои руки до тех пор, пока зрелость не пришла. Наследство не дается незрелому. раньше времени не приходит. Притча 20, глава 21, стих Библии говорит, наследство поспешно захвачено в начале, не благословится впоследствии. Вы знаете, наткнулся на это младший сын в доме отца, у кого было два сына. Он наследство поспешно забрал в начале. в результате он все потерял. Он не был зрелием, он не был готовым. Наследство его да. Надо было забрать раньше, нет, надо было ждать, а он забрал. И что произошло в результате? Потерял все наследство. Какие бывают признаки незрелости? Признаки незрелости. Первая посадка Коринфянам, третья глава, первые четыре стиха. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. И я поговорю с вами, как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердо и пишею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Ничего у них не поменялось, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой я Полосов, то не плотские ли вы? Первое, что мы замечаем в этом местописании, это младенчество это то же самое, что плотской. Плотской человек это человек, который живет под управлением плотскими, мирскими вещами. Они впечатляют его больше, чем духовные. Он принимает решения больше из своих эмоций, плотских желаний, аппетитов, больше, чем от духовных принципов. Это плотской человек. Он незрелий. И быстрее всего для него у Бога есть много благословения, но Бог ему не даст или ей. Одно из ярких признаков младенчества или плотского это постоянное зависть. Зависть появляется в сравнении себя с кем-то другим. Можно учиться, но не живи в сравнении себя с кем-то другим. Научись быть самым собою. Поэтому заметите ссори, зависть, разногласия на уровень семьи, на уровень церкви, на уровень работы, бизнеса, где бы человек не был, человек, который младенец, там постоянно распри. И Библия говорит, там, где распри, ссори, там всякое зло. Поэтому там, где младенчество выражено, демон нелегко присутствует. Первая Иоанна, вторая глава, 15-17 стих. Не любите мир ради того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчая. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Ну и мир проходит, похоть его, а исполняющий слово волю Божьей, пребывает вовеки. Бог желает, чтобы мы ушли от состояния младенчества, где похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, или по-другому желание впечатлить, оно управляет нами. Это не должно быть, это мешает нам, это младенчество, это не зрелости. Коэфицианам, 4-я глава, 11-й стих по 15-й Библия говорит, а он поставил одних апостолами, других пророками и тому подобное, учителями, пасторами, евангелистами, за что? На что? К совершению святых на дело служения для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство вере и познание Сына Божия, Мужа Совершенного, в мере полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимся, увлекающимся всяким ветром мучения, по лукавству человека, по хитрому искусству оболшения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Второе, вот, написано здесь, чтобы не были колеблющимся и увлекаемые, получается непостоянство, признак незрелости, это постоянное колебание и постоянное увлечение, то есть, он не может не способен различать и распознавать где лукавство, где хитрость, где ложь и обман на уровень семьи, на уровень церкви, общества и всей жизни. Вы когда-нибудь видели кино, где что-то делается или муж что-то говорит жене обманывая, а вы знаете правду, или она обманывает, и вам очевидно обман, а он не видит. Вам очевидно лукавство, а она не видит. Иисус родился, написано нам младенец дано, и сын нам нам дано сына. Родился младенец, и нам сына дано. Иисус не сразу вошел в свое служение. Вы знаете, когда Иисус вошел в свое служение, Библия пишет, и ребенок возрастал и укреплялся в духе. Даже Иисус укреплялся. Когда он начал служение, когда он теперь был в силах встречаться с Юдом и с Кариотом, с фарисеями, с саддукеями, со священниками этими, с ненавистниками, с желающими его убить, вот тогда Бог ему дал. И то было недостаточно, он дал ему Духа Святого. Вот вопрос возникает, в чем нужно взрослеть, в чем? Самое первое, вот давайте прочитаем 2 Петра 1 глава со 2 стиха. Благодать и мир вам да умножиться в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. Первое, нужно взрослеть в познании Бога. Когда я познаю Бога, если я вижу, где Бог, я сразу вижу, это Бог. когда учат работников Банка США найти фалшивые доллары, они им не показывают фалшивые доллары, они так много показывают им настоящие доллары, что они настоящий доллар так знают, что как только видят фалшивые, сразу ой, фалшивые. Почему? Они так хорошо познали настоящее. И одна из причин, почему это делают, это потому, что люди, которые фалшивые купюры, они меняют тактики каждый год. Ты не можешь каждую тактику врага выучить, необязательно. Выучи Божие, познай истину глубоко и Бога. И когда перед тобой фалш, сразу ой, фалш. Когда Бога познаем, много вопросов решается только от этого, от того, что я начал познать Бога. И что интересно, второе, когда мы познаем Бога, 2 Петра, 1 глава, 4, которым даровано нам великие обетования, дабы вы через них сделали причастника божеского естества, то вы предлагая к всему все старания, покажите вере в ваши добродетели, добродетели, рассудительность, дальше, рассудительность, возреждание, возреждание терпения, терпение благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Как только мы начинаем познавать Бога, второе, что появляется, качества Божьи начинают появляться в нас. Притом, заметно, написано, предлагайте все старания, скажите старания. Оказывается, познаю Бога, в Богоискании, искать Его лицо, молиться, читать Библию, узнать Его пути, получить откровение. Но вот эти качества, плод от того, что Бог во мне, нужно осознанно принять решение к Нему идти. Третье, нужно взрослеть в своем призвании, в смысле своей жизни и в том, кто ты. Читаем там дальше 2 Петра. Благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваши звания и избрания, так поступая, не протекнетесь. Стань зрелем в своем звании, призвании и в том, к чему Бог тебя призвал. Кто ты, к чему Бог ты, для чего ты. В этом надо быть твердым. Успех твоего служения не будет, пока ты не зрелем в том, кто ты, к чему Бог тебя призвал, для чего ты. Это надо, чтобы оно было твердым в тебе. Но не только в служении в церкви, в обществе, в семье, в работе и в бизнесе и везде. Четвертое, надо быть зрелем не только в своем призвании, а в отношениях с людьми. Некоторые люди большие тела, а отношения с людьми, они младенцы, они себя ведут как дети. От них убегают все полноценные. Остаются только те, которые либо они сворачивали под собою, сломали и за ними бегают как собачка, а так полноценные люди с ними не хотят. Почему? Они не зрели в их отношениях с людьми. И также пяти, Бог желает, чтобы мы стали зрелеми в нашем разуме, в мышлениях. Библия говорит 1 Коринфянам 14-20. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. Да, будьте как дети, это правда, но не имеется в виду по уму, имеется в виду на злое будьте как дети, на доверие к Богу как дети, но по уму как совершеннолетние. Библия говорит, если у вас все это будет, значит, вы зрели, и вы не остаетесь без плода. То есть, по мере зрелости Божие открывается больше в твоей жизни, и плод больше, зрелый человек, он как добрая почва, которое написано в Библии, когда Бог сеет в твою жизнь, Он вложит в твою жизнь, Он получает от тебя большой плод, большой урожай. Слава Господу! Вы знаете, я вот помню, когда я только покаялся, у меня было много волнения, много трудностей, а потом я вырос, оказывается, те же трудности остались, но они меня уже не волнуют. Вот те же угрозы бывают, но меня уже не волнуют. Почему? Я вырос. Зрелость убирает угрозы. Нет, не совсем так. Угрозы остаются, но они тебя уже больше не угрожают, потому что ты взрослел. Это очень хорошо. Вот раньше, например, когда меня просили молиться заболнить, ой, господи, я так думал, я умру раньше, чем эти болнили люди. Такой страх. Потом взрослел в этом направлении, потому что расти можно не только в познании Бога, можно расти в разных направлениях. А сейчас, когда я молюсь за исцеление, мне так легко. Почему? Потому что я в этом взрослел. Поэтому замерите, Бог желает творить чудеса в нашей жизни. И вот сейчас хочу, чтобы мы с вами посмотрели на несколько свидетельств, как Бог творит чудеса в жизни людей. И это так радостно. И надо знать, то, что Он делает для них, Он сделает и для тебя тоже. Давайте посмотрим. Евгения вследствие завала на шахте, была гематома на голове, и сейчас она практически зашла. Здравствуйте. Вы работали на шахте? работал на шахте. Работал? Да. И что у вас было из-за этого? У меня завал был в 81-м, а в 86-м у меня гематома. вы так смотрели, ребята, стойте с этой стороны. Гематома у меня была. Говорите в микрофоне это. С 86-го года. все работало. И короче с 86-го до этого времени. Ну сейчас я вот посмотрите, я у меня сейчас ничего нету, белая. С 86-го года гематома. Я нагнился. Это вы не могли делать? Нет, нет, когда я нагнился, у меня кровь здесь показывалась. Сейчас у меня нету ничего. Мне показывать еще раз. Давайте проверим. Да. Скажите мне, врачи пытались вам помочь как-то? Да, я пил в таблетке это самое. Это в 86-м году, это так давно. Ну да. Вы знаете, почему я люблю Иисуса? Вы не найдете нигде полницу, которую за минуту может убрать, болезнь, которая началась с 86-го года. Это только Иисус может такое делать. Давайте дадим Господа аплодисменты. Господь, тебе, Отец. Во имя Иисуса. В вставах была боль, она не могла сгибать колени. Там оттекшие были. могли ходить? Я не могла ходить, и мне сегодня было больно, очень натруженные ноги, и очень больно было сюда прийти, мне сын привез сюда. А где сын ваш? Он в Донецке, он поехал в Донецк. А вы из Донецка? Нет, я горловская, тут недалеко живу, а сын живет в Донецке меньше. Он верующий, и я тоже, уже 10 лет. и он вас привел. Так вы можете со мной пройти? Поднимите только ноги, чтобы я видел. Слава Богу! Аллилуйя! Было бронхиальное запыление, и в течение полугода он чувствовал боль в груди, и сегодня боль ушла, бок и выстрелил. Как объясни, что это такое? Ну, это во время работы шахты, пыли много. А, вы работали на шахте? Да. Из-за пыли? Да. А сейчас нет боли? Была боль, дискомфорт такой в груди где-то на течение полугода, а сейчас перед тем, как начали молиться, и во время молитвы боль усилилась, и потом ушло сейчас хорошо, легко. Господь, спасибо тебе за это во имя Иисуса. Я всегда рад, когда я вижу, когда люди получают свои чудеса. Потому что, если он получил чудо, значит, и я тоже могу получить. Мне понравился, как сказал один человек, я лучше буду праздновать победу кого-то другого, ожидая свою победу. Это лучше, чем сидеть и завидовать того, кто побеждает. Лучше праздновать, аплодисменты давать, и наступит момент, когда твоя победа придет. Многие люди не знают, что делать, когда еще ждут победу, а празднуй победу другого человека. Вот я хочу помолиться с вами. У меня две молитвы сегодня для вас. Первое. Хочу помолиться за вас. Если вы еще не знаете Господа Иисуса, я хочу помолиться, чтобы Иисус стал вашим Господом. И потом помолюсь за ваше исцеление, за ваши нужды. Скажите со мной, Отец небесный, прости меня все мои грехи. Войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь возложите руку там, где болит в теле, или вообще, если у вас есть вопросы, нужды на сердце свое. Отец, я благодарю тебя за твою исцеляющую силу. Я приказываю болезни уйти, немощи исчезать. И, Боже, пусть те вопросы, которые нуждаются в решении, решаются. Я провозглашаю победу в жизни каждого и прорыв во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Я вас очень люблю, и Бог вас любит. И Он дает вам победу всегда. Благословение вам. Редактор субтитров А.Семкин